Добрый вечер! Сегодня состоялась вторая партия матча на первенство мира между Магнусом Карлсоном и Фабианом Коруаной. После довольно обидного упущения в первой партии, когда Магнус играл черным цветом и прошел мимо нескольких возможностей победить и провести, собственно, в счете, сегодня ему предстояло играть белым цветом и пытаться поставить дебютные проблемы перед Фабианом Коруаной. И Магнус, как и в первой партии, первый преподнес сюрприз. Сыграл Д4. Как мы знаем, чемпион мира все-таки предпочитает открытые и полуоткрытые дебюты, но вот, видимо, к данному матчу его команда, проанализировав игру соперника, решила, что, возможно, закрытые дебюты подойдут лучше. Но, как мы видим, все оказалось не так просто. Фабиан ответил ходом кони в 6 и был разыгран классически отказанный ферзевый гамбит. Так называемый дебют матча на первенстве мира. И, согласно последним модным тенденциям, Фабиана сыграл, то есть, прошу прощения, Карлсон сыграл именно слон Ф4. Вот слон Ж5, хотя и был основным на протяжении 80 лет, последние несколько лет ушел в тень. В частности, из-за варианта Ласкера, который дает черным отличные шансы на ничью. Ну и также после слон Ж5 у черных есть некоторые другие пути к очень надежной позиции. Поэтому слон Ф4, 2-0, Е3. И здесь последовал ход С5. Это основное продолжение, но в партиях Фабиана ход С5 до того не встречался. Поэтому не исключено, что это стало для Магнуса небольшим встречным сюрпризом. Тем не менее, он продолжил играть быстро. Партия продолжалась по основной теоретической ветке, ладья Д1. И вот здесь, вот с запасом, главным теоретическим ходом является отступление слона Е7. Но Карлона быстро сыграл ладья Д8. И после этого Магнус погрузился в раздумья. Честно говоря, это показывает некоторую недоработку со стороны его команды. Ход для Д8, хотя и не является основным теоретическим, компьютером не оценивается довольно благосклонно. Но и выглядит он тоже логично. Черные подкрепляют пешку, центральную пешку. И, в принципе, готовы к различным вскрытиям игры. Ну, понятное дело, что Б4 здесь невозможно по причине конь бьет Б4. И наиболее принципиальным ходом, конечно, является стандартная для этого варианта ферзерого гамбита конь Д2. Очевидно, что Магнус над ним размышлял довольно долго. Ну, видимо, испугался идти прямо в подготовку соперника. Сделал довольно-таки вялый ход слон Е2. И, разумеется, Коруан ответил принципиальным конь Е4. После чего возникла вот такая позиция, где у белых разрушена структура на ферзевом фланге. Но зато есть какие-то активные возможности на королевском А6, препятствуя ходу конь Ж5. Здесь Магнус сделал неочевидный ход А4. Конечно, он таким образом спасает пешку от недружелюбного взгляда черного ферзя и слона. Но это стоит темпа, которым черные распорядились довольно грамотно. Возможно, стоило сыграть конь Д4, либо даже ЦД. И, тем не менее, даже там, честно говоря, перспективы белых для игры на победу видятся довольно туманными. После А4 здесь Коруана сделал принципиальный ход конь Е7 с идеей сыграть слон Д7 и напасть на пешку А. Ну и вот, мне кажется, что у нас здесь наступил действительно критический момент в партии. Во время прямой трансляции мне казался очень интересный ход Ж4. С тех пор я не анализировал серьезно эту партию, но, тем не менее, именно так, мне кажется, белые должны бороться здесь за победу. Мы видим, что черные фигуры удалились от королевского фланга. Они также создали зацепку для наступления белых. То есть теперь Ж5 вскроет некоторые линии на королевском фланге. Скорее всего, у черных нет каких-то конкретных проблем после слон Д7, Ж5. Но, по крайней мере, позиция получилась бы более обоюдоострой, более живой. Вместо этого Карлсон сыграл конь Е5. Ну и здесь у черных уже был выбор, как им достигать хорошей позиции. Мне кажется, что слон Д7 был чуть более боевой и интересной. Но слон Д6, он невероятно, что объективно ход сильнее. Магнус осознал, что у него есть некоторые трудности и решил свернуть борьбу, и это ему удалось. После цд конь Д5 слон Ф3 у черных не нашлось ничего лучше, чем взятие на Ф4. Произошли тотальные размены. Какое-то время еще казалось, что черные, возможно, здесь способны претендовать на перевес. Но, понятное дело, что класс чемпиона мира слишком высок для того, чтобы такую позицию проиграть. В принципе, следующие ходы можно оставить без серьезных комментариев. Магнус, вероятно, играл объективно не сильнейшим образом, но в его позиции остался большой запас прочности. Вот мы видим, что Фабиано даже удалось достичь Эншпилля 4 на 3 на одном фланге. Кстати, Карлсон был не обязан это допускать, но очевидно, что норвежец был уверен в собственной технике. И действительно, в этой позиции белые легко спасаются. Как я отметил, опять-таки, в прямой трансляции, с такими пешками Ф2, Ф3 и Х2 защищаются даже проще, чем с нормальными, не сдвоенными пешками Ф2, Ж3, Х2. И Магнус это уверенно доказал. Также надо отметить, что в отличие от первой партии, Карлона здесь не стал долго и бессмысленно ходить ладью и королям туда-сюда. Сразу изменил структуру, попытался добиться каких-то позитивных для себя изменений, но их здесь не нашлось. И в итоге Карлона просто стал повторять ходы, и соперники согласились на ничью. В принципе, позитивный результат для претендента на мировое первенство. Он показал себя очень хорошо готовым в дебюте, в отличие от вчерашнего поединка. Магнус не смог поставить никаких проблем, и даже большую часть партии черные провели с позиции силы. Завтра выходной день, а послезавтра матч продолжится очередной партией, в которой чемпиону мира предстоит играть черными фигурами. Хотелось бы сказать, что ему предстоит защищаться черными фигурами, но первые две партии заставляют в этом усовниться. Всем спасибо за внимание. Для вас работал Никита Петров. Субтитры создавал DimaTorzok